В сознании многих людей мира этот город вошел смесью чего-то солнечного, пляжного, наполненного беззаботным отдыхом и множеством богатых людей. Подобные ощущения недалеко от истины. До появления европейских колонизаторов эти земли занимали немногочисленные индейские племена. Первые европейские мореплаватели и их поселения на территории современной Флориды появились в конце 18 века. Изначально это была очень болотистая местность, которую постепенно осушивали. И город этот по европейским меркам и даже по американским совсем молодой. Городской статус Майами присвоили всего какую-то сотню лет назад на всеобщем референдуме по инициативе женщины Джулии Таттл, хотя право голоса имели тогда только мужчины. Используя сей исторический факт, экскурсоводы тут подчеркивают, что их город единственный в стране созданный женщиной. Сейчас агломерация Большого Майами насчитывает более 5 миллионов человек и в процентном соотношении здесь резко преобладают латиноамериканцы, среди них безусловно кубинцы. Любопытно отметить, что в Майами проживает значительное количество русскоговорящих людей, выходцев из стран бывшего СССР. Центром русскоязычного Майами называют Сани Айлас. Это место на севере, которое получило статус города совсем недавно, в 1997-м. Сани Айлас словно военная крепость, с двух сторон окружен водой. С одной стороны это воды Атлантики, а с другой воды пролива. Здесь русскоязычными людьми заселены целые кварталы, и здесь, как на знаменитом Брайтон-Бич Нью-Йорка, можно жить месяцами вообще не зная испанского или английского. В начале 2000-х здесь началась активная застройка. В период строительного бума появились роскошные дома. Недвижимость в окружении тенистых парков пользуется стабильным спросом. И, конечно же, Сани Айлас Бич. Это чистый белый песок и океанские волны. Пересекая пролив из южного Майами-Бича в даунтаун Майами, мы увидели великолепный морской порт, который по праву занимает место среди крупнейших на планете. Здесь базируются офисы многих круизных компаний, а на воде всегда можно увидеть туристических океанских монстров, напоминающих плавучие города роскоши. Он играет большую роль в экономике не только Майами, но и всей страны, так как имеет двойное значение. Порт функционирует и как круизная столица мира, и как грузовые ворота Северной и Южной Америки. Штаб-квартиры и представительства многих крупнейших круизных компаний в мире также располагаются в Майами, что лучшим образом отражается на качестве предоставляемых ими услуг. Поэтому, если вы давно планировали отправиться в круиз, непременно воспользуйтесь этой возможностью, находясь в Майами. Климат в Майами тропически мусонный. Здесь всегда тепло. Даже зимой обычный термометр показывает около 18 градусов по Цельсию. Летом, особенно в июле-августе, идут сильные мусонные дожди и нередко возникают ураганы. Ну вот, приехали в самое сердце Майами, на Брикель-Эвеню, но, к сожалению, погода не повезла, поэтому придется переждать немножечко. Город снискал себе славу одного из банковских центров страны. Причем здесь чаще всего базируются именно транснациональные, не сугубо американские финансовые учреждения. К примеру, на улице Брикель-Эвеню, где мы сейчас находимся, концентрация международных банков выше, чем где бы то ни было в США. Начинался Брикель в начале 20 века со строительства шикарных особняков, из-за которых район окрестили рядом миллионеров. В 70-х годах прошлого века их заменили здания отелей, корпораций и кондоминиумов. Жилые комплексы квартала стали архитектурными символами Майами. В 21 веке Брикель становится деловым районом с самой высокой плотностью заселения. Удобное расположение района привлекает застройщиков, поэтому площадь квартала неуклонно увеличивается, а жилье прирастает квадратными метрами. Эту часть города заслуженно называют Южным Манхэттеном Майами. Вечером на улицах района появляется другая публика, которая после офисных будней отдыхает в лучших ресторанах, делает покупки и отправляется на многочисленные культурные мероприятия. Здесь можно заниматься бизнесом, отдаваться спортивным развлечениям или просто прогуливаться по уютным улицам. На следующий день наших похождений по Майами мы отправились в один из самых необычных и красочных районов города – Винвуд Уоллс. Он является одной из главных достопримечательностей Майами благодаря тому, что собрал на своих улицах работы всех лучших мировых мастеров стрит-арта. Это уникальный и самый необычный музей Майами – музей современного искусства, расположившийся прямо под открытым небом. На осмотр района может также уйти целые сутки, ведь кроме стрит-арта на стенах зданий Винвуд расположено около 70 галерий современного искусства и 5 больших арт-комплексов. Район занимает 20 гектаров и является одной из самых крупных арт-инсталляций мира. Около 60 лет назад в районе проживали выходцы из Пуарто-Рико, от них и пошла традиция украшать свои дома граффити. В 90-е годы район представлял из себя один из самых неблагоприятных и дешевых для проживания кварталов города. Современная история района Винвуд как художественного пространства начинается с девелопера Тони Голдман, который, купив несколько зданий, решил не закрашивать картины на их стенах, а напротив добавлять к нему другие творения в стиле стрит-арт. Пригласил для этих целей профессиональных мастеров этого стиля. Наконец-то мы добрались до Ocean Drive, это самый юг Майами-бич, для того, чтобы поснимать, погулять и посмотреть, что из этого выйдет. Улица Ocean Drive – это открытый и длинный участок с ресторанами и барами, где по бокам стройные ряды пальм. Это всегда считалось гламурным местом, где можно было встретить звезд кино и бизнеса, где снимались многие знаменитые фильмы. Но, видимо, прошли те времена, потому что, снимая эти кадры, ничего прям особенного и гламурного я не увидел. Раньше тут ездили на крутых тачках, чтобы козырнуть своей дороговизной и респектабельностью, но автотрафик по какой-то причине закрыли. Улица Ocean Drive застраивалась в 30-х и 40-х годах, когда в Соединенных Штатах был бум архитектурного стиля Art Deco. Сегодня эта улица заслуженно считается музеем Art Deco под открытым небом. Многие здания считаются памятниками архитектуры федерального значения. Вследствие того, что на Ocean Drive бывает 100% туристов, приезжающих в Майами впервые, на ней расположено большое количество отелей, ресторанов, кафе и ночных клубов, вследствие чего эта улица города в прямом смысле никогда не спит. А теперь отойдем от Ocean Drive к пляжу South Beach и посмотрим, какие красоты нас ждут здесь. Этот пляж наиболее популярен у гостей города за счет того, что он весьма широкий, на нем всегда просторно и достаточно свободного места. К сожалению, съемки дрона тут не разрешены, об этом нам заявил местный спасатель. Но если аккуратно и быстро, до первого предупреждения, то по факту можно. Поэтому я и успел что-то отснять. Майн Рид описывает Флориду как чудесную страну цветов. С ним можно согласиться, уточнив, что Майами – душа и сердце этой страны. Но интересный факт и удивительная особенность Майами, а также его дары, и как ни странно звучит его проклятие, это и есть близость к океану. Что за ерунда, спросите вы? А дело в том, что вся агломерация расположена в местности с крайней плоским низинным рельефом. Средняя высота над уровнем моря всего около 90 см. Это фантастический показатель, говорящий в частности о том, что даже мелкая волна, пришедшая с океана в момент достаточно сильного урагана, может затопить почти весь город.